Что можно сделать, чтобы переобучения не было? Во-первых, можно действительно брать только простые модели. То есть не брать полиномы 20-й степени, а взять полином, ну, например, 5-й степени. И ограничиться только полиномами 5-й степени. И тогда у нас результат будет лучше, чем результат полинома 20-й степени. Я напомню, что сейчас мы рассматриваем оптимальные параметры полиномов. Это первый рецепт борьбы с переобучением. Но у этого рецепта борьбы с переобучением есть недостатки, которые заключаются в том, что мы не можем выбрать с вами достаточно сложную модель для того, чтобы аппроксимировать наши данные. В результате, возможно, модель получится слишком простой. Что еще можно сделать для того, чтобы не получилось переобучение? Можно набрать больше обучающих данных. Кажется, это достаточно смешной, очевидный вариант действий. Действительно это так. Если мы, например, проводим какие-то социологические опросы, мы построили какую-то модель, и она у нас внезапно переобучилась, то мы можем пойти на улицу и потратить некоторое время на сбор новых данных у тех же прохожих. Однако, когда мы занимаемся, например, компьютерным зрением, у нас есть способ практически бесплатно получить больше данных. И этот способ называется аугментацией. Рассмотрим вот такую картинку. На ней изображена кошка. Теперь сделаем некоторые преобразования с картинкой. Вот, например, такое. Вырежем некоторый кусок из этой картинки. У нас получится вот такая картинка. Вопрос. Это до сих пор кошка или нет? Конечно, это кошка, и мы это прекрасно видим. Однако, для нейронной сети это будет совсем другой картинкой, потому что у нас будут задействованы совсем другие веса. Мы можем это изображение немножко растянуть или немножко сжать. И у нас получится совсем другая картинка. То есть, с нашей точки зрения, картинка получится той же самой. Практически. Но для нейронной сети это будет совсем другая картинка. Мы можем делать повороты, растяжение, сжатие. Например, мы можем изменять цвет, насыщенность, мы можем изменять контраст, мы можем добавлять различные шумы, такие как шум соль и перец, который характерен для фотоматриц. Мы можем добавлять гауссовский шум, мы можем применять различные графические эффекты, ну и так далее. Количество аугментации, которые мы можем делать с картинкой, поистине велико. Ну и конечно, стоит упомянуть такие простые вещи, как зеркальное отражение картинки. При помощи этих аугментаций мы можем значительно расширить нашу обучающую выборку.